Для того, чтобы сформировать складки на вязаном полотне, необходима двухфонтурная машина. И чем выше класс машины и тоньше пряжи, тем аккуратнее и легче будут выглядеть складки. Какой принцип выработки складок? Складки выполняют на базе ластика. При этом определенные иглы на задней и передней игольницы выключают из работы. В инструкции к вязаной машине ластик это резинка с использованием всех игл. Какие именно иглы выключать из работы, зависит от вида складок, например, плесета, гофре, бортовые складки и от их ширины. При формировании складок гофре, какие я сейчас делаю, необходимо, чтобы выключенные иглы задней игольницы были смещены относительно передней игольницы на одну вторую. То есть, если я закладываю складку шириной 8 игл, то с двух сторон от 8 рабочих игл выключаю из работы по одной игле. Это на передней игольнице, а на задней игольнице рисунок игл тот же самый, но сдвинут наполовину. То есть, выключенные иглы на задней игольнице расположены между четвертой и пятой рабочей иглой передней игольницы. 8-8, 8-8, 8-8, 8-8. Так, разбор игл сделан. И теперь вяжем столько рядов, сколько нам нужно. Если необходимо снизить складки плиссе, то смещение рисунка игл в передней игольнице относительно задней игольницы нужно будет сделать на одну треть. Это складки гофре, выполненные на машине пятого класса. У бортовых складок свой рисунок. Самое главное при создании складок нужно понимать, что полотно будет загибаться на ту сторону, где есть пропущенные петельные столбики. То есть, здесь пропущен петельный столбик, полотно сгибается на лицевую сторону. Здесь есть пропущенный петельный столбик с изнанки, поэтому полотно загибается наизнанку и так далее.